приветствую всех подписчиков и гостей моего канала в горах кавказа на высоте 2000 метров над уровнем моря вот мой помощник в горах часы касси сейчас мы посмотрим высоту 1805 снимаю с телефона с руки так что за фокус и качество заранее прошу прощения из-за дрожания камер 1800 метров над уровнем моря почти 2000 метров вот это села местные которые располагаются на 1700 метров это наши красивые пейзажи близлежащие села и вот она гора на вершине которой высота достигает 3 и выше 1000 метров над уровнем моря а я сюда залез не просто так само собой просто прогуляться а еще и сделайте такой тест это у нас здесь огниво я хочу посмотреть в реально ли воспользоваться огнивом скажем так почти полу реальных таких условиях может даже не полу реальных абсолютно реальных условиях высота как я сказал 1800 метров атмосферное давление здесь в горах у значит в отличие от города равнины 814 гектапаскаль для сравнения в городе доходит до 1000 1000 1050 гектапаскаль вот если я не ошибаюсь название гектапаскаль то есть здесь а кислорода намного меньше воздух разряженный вода закипает при температуре 80 градусов они 100 как обычно и мне интересно поможет ли нам это огниво разжечь хоть какой-нибудь костер вот пробовать буду значит в двух вариантах значит один вид это то что мы подготовили стандартный такие набор скажем бумага газета туалетная бумага салфетка и может быть кусок материала и ватные диски будут и второй вариант это все что мы собрали в горах по пути здесь можно видеть что не все сухое вот здесь есть и сухое и соответственно сырое и посмотрю из чего и как можно разжечь здесь огонь вообще возможно ли это сделать здесь откуда ни возьмись куча мошкары какие-то мелкие мухи показать к сожалению не могу ну страшно назойливает вот ну и вот такой вот тест тест направлен на выживание разжигания костра в горах кавказа так же расположены на двух трех тысячах метров над землей вот такая вот красота ну все переходим потихонечку к тестированию огниво пытаемся разжечь костер и выжить в горах значит вот она трава она не совсем сухая это трава которая росла здесь была сорвана с холмов и соответственно наша основная цель разжечь костер из того что есть то что есть под руками попробуем посмотрим что получилось я специально развязал это огниво чтобы было легче разжигать и чиркать и посмотрим что получится все есть костер видно горит горит ну потушим эту травку попробуем разжечь здесь у нас пушок показывает то что я показываю на нее наводи вот у нас здесь пушок из этого он загорелся в принципе нормально с третьего с четвертого раза я разжег попробуем разжечь уже без пушка усложним условия скажем так здесь у нас уже другая растительность нету пуха практически попробуем разжечь это дело как это костер горит Солому тоже можно разжечь То есть без заранее подготовленных материалов В принципе разжечь Возможность есть Так, ну что Это мой помощник Чуть простуженный, в горах вечно дети болеют От перемены климата Вот Самое главное, я считаю Это то, что вы можете Разжечь костер Имея в руках только одно огниво Основная цель, как говорится, огниво доказана Эффективность доказана, подтверждена Ну теперь уже раз Пошел такой интерес Мы продолжим все это дело Уже с подручным материалом Будем разжигать бумагу Цель видео Уже все Достигнуто Мы разожгли костер Подожгли просто солому Подожгли солому с пухом И в принципе не погибнем, не умрем Без еды не останемся Первая часть теста снималась на этой вершине Продолжение будет уже внизу В селе Вот такая вот древняя селуха Продолжаем тест Поджигаем салфетку с такими смачными Влюбленными слониками Без замятий посмотрим, как загреться Я эти складываю вот так Складывай, складывай Это супер выживарческая штучка Костер для шашлыка мы разогли с первого раза Шашлык тоже удачный получился А все остальные тесты, которые снимались по ходу Получились неудачные Из-за этого мы сейчас специально Опять все разожгем Идем мы на водопой Это местные обитатели Пойдем на речку скупнемся и продолжим наши тесты Если, конечно, нас пропустят здесь Осторожно Сейчас как вустик Что-то он просто поворачивается Коровы ушли А мы сейчас идем на речку На высокогорную речку Скупнемся, наберем воды И продолжим выживать Разжигая костер с помощью огнива Вот она и речка Скотина возвращается домой А вот здесь местные жители Местные аборигены набирают воду Это у нас, значит, родниковая вода Туда мы придем чуть позже Пока пойдем скупнемся Пройдемся по реке Мам В ту сторону Только что-то туда и корову поперли Как-то неприкольно Мясо с ними тусоваться, нет? Мы же подождем, пока они куда-нибудь В другую сторону уйдут Вот она Речка, где обычно можно Скупнуться Или что-нибудь помыть Здесь мы и планируем скупаться Холодная, да Температура речки где-то 8-10 градусов А не больше Вода практически ледяная И вот в такой воде Купаются местные жители Горцы После такого купания Возрождаешься заново Переходим К процессу выживания Держи Сейчас здесь я попытаюсь разжечь Пару элементов Ватный диск Газету И бумагу Тетрадную бумажку Посмотрим Получится это сделать Или не получится Это самая лучшая вещь для розжига Тампончик Ну или ватный Аж взрывается А почему она взрывается? Это остались кусочки этого магния Без ран не обошлось На горе у меня ран не было Но после шашлычков Обзавелся ранами боевыми Теперь Вон бумага Посмотрим как разжигается бумага Обычная тетрадная бумажка Которая есть в любом доме Которая производится С советских времен Если еще не раньше Посмотрим Получится ли ее зажечь Разомнем Для розжига Наверное Надо Отстегнуть Будет Это Ну ладно Попробуем Так Видно Все Да Горит. Бумажка горит, искрит. Можно отмечать Новый год. Красота. Ну и газета. Газета есть везде, в любой стране мира. Особо мять не буду. Посмотрим, получится без мятия, разжечь ее. Ай-яй-яй-яй. Посмотрим, температура, мощное одарение. Все, говорит, прекрасно. Потушим, чтобы гримпис не задолбал. Ну ладно, пойдем дальше. Сейчас мы дойдем до родника. Посмотрим, как люди набирают воду, откуда берут воду. Не набирают, а добывают. Добывают, да. Увидим настоящую родниковую воду, высокогорную, которая и зимой и летом ледяная, 4-5 градусов. С родника будет включение. Пещера жизни. Только вспышку как включить, я не знаю. А, вот вспышка горит. Это вот такая вот пещера. Это у нас родниковая вода. Я наберу. Чистейшая вода. Подожди, 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 подожди. Дотронусь я до нее. Вот она. Вот она. Давай набирай. Вот таким вот образом люди набирают и таскают домой. Вот так вот и живут. Ну, когда я отойду, чтобы виднее было, что-то как вот гора и родник. Так что вот такой вот колорит, вот такой вот Кавказ. Приглашаем всех любителей истории, культуры и красоты России на Северный Кавказ. Повидать эту красоту, эти горы. Швейцария отдыхает однозначно. Вот такой вот тест. И вот такой вот обзор Кавказа, скажем так, обзор гор Кавказа, жизни. Вот так вот. На этом, наверное, все. На этом роднике заканчивается обзор. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всем удачи, всем пока.